Мир вам, братья и сестры! Как приятно поклоняться нашему Иисусу Христу. Это самое лучшее, что мы можем делать в нашей жизни, знать Господа и поклоняться Ему. Сегодня вкратце хотелось бы поразмышлять о человеке, который жил в Ветхом Завете, который следовал за Иисусом Христом, который поступал подобно Иисусу Христу, этот стих, который перед нами, я думаю, что вы согласитесь, что Он исполнил свои жизни. Иисусу Христу 1,8. «Да не отходит себя книга закона от уст в них, но поучается ни день, ни ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях своих и будешь поступать благоразумно». И следующий стих, который весьма похожий, 1 Псалом, 8 стих. «И будет он как дерево, посаженный при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, и лист, который не вьянит, и во всем, что он не делает, успеет». Мы помним, как патриарх Яков благословлял своих сыновей, и одного из сыновей он сказал, что он будет как дерево. И мы знаем, за кого он это говорил. Это говорил за Иосифа. И просматриваем жизнь Иосифа, насколько он был успешен во всем. Иосифом, как будто бы уже тогда его было Слово Божие, как будто бы тогда он уже знал хорошо Господа, и он, независимо, где он был, он поступал в самое лучшее, как настоящий в наше время христианин. Если мы посмотрим его жизнь, когда он был ребенок, то он был самый успешный ребенок. Слово Божие нету, ничего не сказанного, что-то отрицательное. Он жил, осознавал, что он пред Господом и поступал правильно. Позже, когда он был рабом Патифара, то мы видим тоже, насколько он правильно поступал, насколько он честно поступал, что Господь, вот даже Патифар, видел успех. Когда был он узником, то мы тоже замечаем, что и там он был успешный, независимо, в каком положении он находился. Он не искал как-то себя оправдать, а он видел возможность проявить или показать, точнее, Господа в этой ситуации, где он находится. Когда он истолковывал сны, даже там, в тюрьме еще, интересно, что он, будучи тюремщик, он замечал, что этих двоих лица изменились немножко, и в его жизни не было такой большой практики истолковывать сны. А для Египта это было очень важно, потому что они на сны очень сильно уповали, и так дальше. Но эти узники в тюрьме, и больше никто не мог бы истолковать сны, как только это сделал Иосиф. Также, когда был он управителем Египта, насколько он успешно все это делал. Он успешно это делал, как раздавал зерно. Он успешно проверял своих братьев со страхом. И почему он это делал? Где он научился к этому? И сегодня мы посмотрим, что его отношения с Господом, отношения, как он Бога видел в своей жизни, и Господь ему давал успех. Он не смотрел на обстоятельства, он смотрел в этих обстоятельствах, искал Господа, как мог он Господа показать данный момент. И вот в 39 главе здесь описывается те, кто увидел в него успех. Вот второй стих говорится так. «И был Господь с Иосифом, и он был успешен в делах, и жил в доме господина своего Египтянина». Был Господь с Иосифом. Вот это и заключается секрет для нашей жизни, когда Господь с нами. Этот успех будет. Конечно же, этот успех, когда мы часто думаем об этом слове, хочется успех в материальных вещах. Но не это самое главное. Самый главный успех в духовных вещах. Пройти те испытания, которые в нашей жизни получаются, и пройти успешно, это самый большой успех. Показать Господа в данном моменте, даже когда Иосифа брали в тюрьму, и как Он себя повел, как на это Он среагировал, вот это самый большой успех, который может быть. Это всегда осознавать, что Господь рядом, и что Господь проводит через этот момент. Это обстоятельства жизни. Третий стих говорится так. «Увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он не делает, Господь в руках его дает успех». Я проверяю себя. Вот, где мы работаем, где работаем, видят ли окружающие люди, что в нашей жизни успех, что Господь дает успех через нас. Иосифа это видели. И мы, как являемся свету и солью, насколько важно, чтобы люди окружающие видели, что Господь через нас делает большое дело, малое и большое. И 23 стих говорится так. «Начальник темницы не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом. И во всем, что он не делал, Господь давал успех». Удивительно то, что он в темнице оставался верным Господу, но еще больше, что он к чему не прикасался, он делал это, как настоящий христианин, как подобно Иисусу Христу, подобно, что записано Иисусу Навина 1.8 или в первом псалме. Он поступал правильно. Мне понравилось, как кто-то сказал, что Иосиф – это самый христоподобный человек в Ветхом Завете. Если просматривать его жизнь, сходства Иосифа с Иисусом, можно заметить много. Кто-то начитал почти около ста их, но я прочитаю всего несколько. В обоих историях есть пастухи, сходства. Они были объектом несправедливой зависти. Оба пришли своим, но были отвергнуты. Оба были преданы своими братьями. Оба были ложно обвинены властями. И, как мы знаем, Господь всегда поступал правильно. Например, Иосиф тоже отреагировал на эти обстоятельства правильно. Оба были несправедливо арестованы, уведены. Оба были причислены к преступникам. Оба были проданы за серебро. Оба предрекали будущие события. Оба стали правой рукой царя. Оба начали самое великое дело в своей жизни в 30 лет. Оба раздавали хлеб множеству людей. Оба были спасителями своего народа. Сколько много сходства. Но сегодня мы живем уже намного далеко после рождения Иисуса Христа, после того, как жил Моисей. Иосиф. И Слово Божие говорит, что мы призваны к тому, чтобы идти по следам Его. Поступать, как поступал Христос. Иосиф – один из тех примеров для нас сегодня, как поступал он. как он подражал Иисусу Христу. Мы видим, в его жизни был успех. И мы хотим и в нашей жизни, чтобы был успех во всем. Мне понравилось так же, как Метю Геннери сказал, «Божье присутствие с нами проводит к тому, что мы успешны во всем». Иосиф осознавал присутствие Господня в своей жизни и поступал соответственно того, чтобы он осознавал. «Но тот, кто хочет преуспеть, должен сделать Бога своим другом. И кто преуспеет, должен воздать Ему славу». Мы видим, что Иосиф всегда при всех обстоятельствах вспоминает и поступает, как учит это Господь. И потом эту славу воздает и говорит, что это сделал Бог. Несколько мест в Писании, где Иосиф говорит или об Иосифе говорят и насколько он всегда говорит о Господе. Я проверяю свою жизнь. На самом ли деле это так? Возможно, это является причиной, почему где-то я не имею успех, потому что что-то хочу присвоить себе или, может быть, сажусь сказать о Господе на том или другом моменте. 39 глава 9 стих говорится так. «Как же я сделаю с ее великое зло и согрешу перед Богом?» Иосиф не делал этот грех не потому, чтобы его не увидели или что. Он имел правильное отношение ко греху. Люди, которые имеют успех, мы должны заботиться, чтобы правильное отношение ко греху было. А ко греху отношение только одно. Это великое зло прежде всего, пред Господом. 40 глава 8 стих. Иосиф сказал им, «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне». Иосиф, независимо, какие препятствия перед ним и какая задача, он знает, что Господь может дать ответ. У него все ответы. И даже здесь, когда он не имел сильного опыта истолковать сны, он был уверен, что Господь поможет ему в этой ситуации. Когда пристал пред Иосифом, пред фараоном, 41 глава 16 стих, «Не мое, Бог даст ответ во мне, фараону». Мы видим, что здесь он четыре раза перед фараоном говорит о Господе. «Вспомните, когда мы приставали перед большими людьми, где-то встречались, или на работу нас брали. Насколько вам легко было сказать, что вы христианин, что вы уповаете на Господа? Насколько это? Это весьма сложно. Это неловко как-то. Даже когда-то на улице надо просто набраться смелости сказать за свидетельство о Господе. Но Иосиф еще является рабом, узником, предстает перед фараоном, и он так говорит фараону о своем Боге, не просто, что Бог есть, которым я служу, но фараон увидел, что он живет этим Богом. И совсем несколько минут при фараоне, фараон свидетельствует в 39 стихе, говорит так, «И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столько разумного и мудрого, как ты». Фараон, имея своих богов, он уже призывает и говорит, что вот этот Бог, который на самом деле сделал этого человека разумного, насколько этот человек, Иосиф, был успешен, и Господь его был везде. Все он показывал и все он говорил о Господе. 42.18 «И сказал им Иосиф в третий день, вот что сделайте, и оставайтесь живы, ибо я боюсь Бога». Мы видим, что Иосиф проверял своих братьев, насколько они, изменились ли их жизнь, приблизились ли они к Господу, как они ведут своим младшим братом. И он строго с ним ввел себя, но он боялся Господа, и он не допустил никакого того сильного, чтобы навредить зло своим братьям, что кто-то умер, не вовремя принесли еды назад. Он боялся Господа, и даже со своими теми людьми, которые перед ним были, он делал это, боясь Господа, чтобы не согрешить перед Господом. 43.23 «Он сказал, будьте спокойны, не бойтесь, Бог ваш, Бог Отца вашего дал вам вклад в мешки ваших». Здесь Иосиф ведет себя в роли, как будто он не знает Бога настоящего, и он как будто бы просто египтянин, но здесь он свидетельствует о Боге, тех людях, евреях, что вот Бог ваш делает чудо. Насколько Иосиф везде, он пытался показать Господа, практически мог выдать себя, что он является не просто египтянином. И еще несколько стихов в 45 главе, 5 стих говорится так. «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы предали меня сюда, потому что Бог послал меня пред вами». Здесь Иосиф конкретно видит Божий водитель своего в Египет. Он не смотрит на зло, которое сделали ему братья. Он смотрит на то, что Господь вел, допуская зло в его жизни. В нашей жизни нам тоже кто-то может сделать какое-то зло. Видим ли мы это, как возможность сделать добро, с этой ситуацией показать, что мы настоящие христиане, что мы знаем, как поступил бы Иисус, и мы так поступаем. Бтие 48, 9. «И сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которые Бог дал мне здесь». Иосиф пришел, 17-летний подросток, парень, вырос здесь, имеет большой успех, имеет власть, имеет финансы, все. И здесь он свидетельствует своему родному отцу, что вот дети, которые дал, это дал мне Господь. Это не я до сих. У меня почти 3 месяца назад родился ребенок. Я так вспоминаю, есть когда-то люди подходили, говорили, поздравляли. Насколько я говорил и осознавал, что это Господь дал. Это все он. Да, необязательно где-то свидетельствовать. Даже своему родному отцу он приносит, припродносит отца. Ни в коем случае себя. Этот человек, и видно, почему ему Бог во всем давал успех. И последний стих, перед смертью, уже после смерти отца, 19-20 стих, Бития, говорится так, «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог оправдал, обратил это в добро». Когда человек боится Господа, он имеет правильное отношение и любовь к тем людям, которые причиняют ему зло. Поэтому, братья и сестры, мы сейчас будем молиться. И я верю, что каждый из нас хочет быть успешным в первую очередь в духовной жизни, в благовестии, в духовном возрастании. А это приходит тогда, когда мы Бога своей жизни видим везде, когда мы Бога своей жизни рекламируем, показываем, что это Господь. Все, что у меня есть хорошее, это благодаря нашему Господу. Пусть Господь благословит нас, что независимо, в каком мы возрасте, мы показывали нашего Господа всех обстоятельств, как Иосиф, когда был молодым, когда был старшим, когда был уже в старости, и он показывал, что Бог провел его через эту жизнь. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok